Утро вторника в администрации округа началось с оперативного совещания. Открывая встречу, глава поздравил с днем рождения почетного жителя Ивана Захарова, а также наградил Владимира Великолуга, химчанина, спасшего подростка в Керченском проливе во время путешествия. Поездку ветерану Чернобыля предоставили химкинские власти. Хочется поблагодарить администрацию города за то, что представляет пенсионерам и годной категории граждан отдохнуть на море, в Керчи. Большое вам спасибо. После обсуждения текущих вопросов первым рассмотрели проблему работы по обращениям граждан. По информации управления делами администрации за прошедшую неделю зафиксировали свыше тысячи заявлений, их количество существенно ниже предыдущих показателей. Основным способом подачи вопроса администрации по-прежнему остаются портал Добродел, социальные сети и горячая линия. Дмитрий Волошин отметил, что начальники теруправления обязаны знать суть вопроса, а также дать ответ на них. Очень важно для нас, чтобы начальник теруправления каждое обращение знал и знал каждый ответ. То есть, что беспокоит его жителей. Каждое утро начальника территориального управления должно начинаться с того, что ему написали жители, как он им будет по этому поводу отвечать и разъяснять, что беспокоит людей. Все остальное вообще не важно. Далее обсудили проблемы микрорайона Подресского, куда администрация во главе с Дмитрием Волошиным переехала на неделю. По словам начальника теруправления, в районе остро стоит вопрос с ливневыми канализациями. В дождь подтапливает. По мнению Волошина, ливневке нужно требовать застройщиков. У него канализацию в Подресского должны разработать застройщики и за свой счет сделать, которые застроили район. А мы теперь строим школы за миллиарды, за сотни миллионов детские сады, за сотни миллионов парки вместо них. Поэтому, наверное, собирайте застройщиков, которые у вас микрорайон построили, и они пусть проектируют. Отдельным блоком на совещании обсудили снос незаконных построек. По данным комиссии, уже снесли больше полусотни самостроев. Еще 186 ликвидируют. Большая часть объектов в гараже. Глава отметил, что их снос нужно остановить до тех пор, пока не оборудованы парковки. Прежде чем сносить любые гаражи или ракушки в Химках, необходимо построить парковочное пространство. То есть, хоть даже если они самовольные, эти гаражи, в обязательном порядке, нашли 100 гаражей самовольных, пока не построите 100 машиномест для этих людей, эти гаражи не трогают. Также в ходе заседания рассмотрели вопрос оперативной обстановки в округе.